так дорогие друзья снова на канале латуха показывает я ходил длительное время с вот этим вот аппаратом blackview p6000 хочу рассказать о нем спустя длительное время ну во первых вот кому интересны результаты бенчмарка кто в этом что-то понимаете все поняли надеюсь что он говорит об этом аппарате задней камеры 21 мегапиксель оперативы 6 накопитель 60 доступно пользователем 52 с половиной система что-то занимает процессор грубо говоря 2 и 4 4 ядра 4 ядра 1 и 7 по моему разрешение экрана full hd размер якобы 4 6 дюйма но косяк 5 5 мульти тач какой-то лажу нам этот тестер говорит на самом деле включить нормальный тестер у него по-моему всего пять пальцев так что вот поэтому я этим бенчмарком не очень-то и верю и видите он теперь лагать начал поставка больше пальцев получил и у нас мульти тач нормальный вот хотя шестой каким-то раком все-таки проклевывается есть косяк такой на некоторых аппаратах ставят на них тачи сейчас какие-то хитрые на которых можно на 10 довести на на только вот методом такого постукивания обычном режиме как бы тут столько пальцев нет ну в общем то на нас пользователях это сильно не отзывается был бы 11 может больше бы натыкал нормально он может давать только 5 а вот после того как я натыкал 6 и более до перезагрузки будут вот такие вот лаги поэтому не повторяйте мою ошибку то есть если вы задействовали больше пяти то вы создаете на ошибку стать продает производителя это тоже покажу надеюсь сама поймет представитель производителя ладно вернемся к чему аппарат вставляется вот у нас такой дубовый твердый толстый коробка что у нас идет комплект дата кабель скрепка два переходника скажем так один на утечу вылезет уже второй переходник на наушнике потому что эти нет отверстия под наушники и гарнитур комплекте поставляется зарядное устройство экспресс 579 12 дешевый к вернету к которых просто есть просто звучит звук у них не очень-то и плохой но долговечность вызывает сомнения даже что что не вылезаешь ну спасибо на том что она хотя бы есть правильно здесь лежит макулатура не как растягайка извините за грубость а как книжечка в общем технические данные есть рассказано что у него в наличии и так далее ну и в подарок вот такой вот круглышок я не знаю всем ли его кладут но у меня лежит блэковский колечко скажем так на телефон нужны такая фишка есть такая еще и крутящаяся вокруг своей оси и очень нравится детьми прикалываться эти называют спиннером вернемся к аппарату камеры здесь конечно лучше чем у многих предыдущих моделей но фокус иногда называют конечно ловить то у нас видео прошло причем я знаете даже не заметил что уже на видео переключился поэтому она фокус и не хотел ловить и же старт не нажал так у нас все проще и шайтанама то есть качество я думаю видите нормально пылинки резинки видно если открыть не через галерею а через google фото то можно расширить еще больше я там уже фотки делал короче камере претензии есть только в одном не тянет а нас на 20 мегапикселей с 16 мегапикселями максимум наравне выше но никак где у меня гугл фото и тишкина жизнь а вот хотел сказать уже не буду тогда искать нет наш найду доедите лесом вот вам как все видно все пылинки резинки он царапина так что камера в принципе снимает да конечно не наравне с айфонами последними но намного лучше чем например вот в этом аппарате но например этот аппарат стоит два с половиной раза дешевле поэтому и не сравниваю хотя во всем остальном вот этот аппарат мне нравится больше так ладно далее программы все встают проблем не имеют с мультитачем увидели его только что умырился заглючить теперь возможно подлагивание пока не перезагрузишь он не вспомнит что он все-таки 5 касаний но это многие аппараты так грешат и и эндл и еще всякие фирмы которые мне попадали у них у многих так то есть пять нормальных больше пяти применишь и тач начинает лагать пока не сделаешь перезагрузку причем применить может так методом такого постукивания хотите продавцов удивить в магазине можете вот так вот проверить тач и если лишние концы влезут потом они не докажут что тач хорошо работает его будет подключивать ладно игрульки идут world of tank идет нормально запускать уже не буду мне надоело мне многие ругаются что у меня видео за этого затянуто далее какие у нас наличие сенсоры гироскоп есть работает неторопливо но работает сенсор магнитного поля скажем так так значит приближение где-то два сантиметра обслуживает больше нет датчик освещенности тоже такой туговатый но работает ну микрофон проверять смысла не имеет у меня явно будет слышать я замолкаю он начинает другие данные менять говорю в другие ну короче все работает извините за кривая языкость сейчас 11 часов скоро спать пора со скайпом проблем опять не было игрульки как я уже замечал в предварительном обзоре на удивление все пошли даже те которые обычно не шли то есть у кого там дефекты графики были здесь нормально то есть видяха здесь работает софт в этом плане отлажен а вот gps слабоват здесь на столе с этим процессором другие аппараты у меня ловит спутники в лед мне появляется один два спутника на столе без вопросов здесь же только ближе к окну так что если вам нужен офигенный навигатор то этот телефон не для вас есть навигатор работает только на улице если вы попали в какое-то помещение ли у вас у машины здоровенная крыша и маленькое стекло ну типа в танке ездить это тогда он ничего не увидит в остальном опять же к навигатору на улице претензий не имея android немножечко приукрашенный ну вот например менеджер работающих фоне приложения автостарта и так далее он вынесен как отдельный пункт наконец-то и он легко настраиваемый настройки у нас опять же красивенько раскрашены ты не стандартной андроидовской иконки так настройках экрана спрятана так называемое дыхание света для них на самом деле для нас это настройка диодика оповещений можно выбирать какая скажем так какого света будет диодик при каком действии дальше я думаю понятно ну и здесь же меняется шрифт то есть все уже по-взрослому это не 7 7 android android 7 1 1 и раздвоение экрана как она делается и так далее то есть вот так вот очень даже можно можно работать зами приложениями разом так это убирается но на самом деле ради чего я длительное время работал с телефоном игрался и так далее ради батарейки чтобы проверить его на длительность работы как вы видите все хорошо то есть он у меня уже семь часов наработал при этом это растянуто на три дня и при этом он говорит что он еще больше дня а уже меньше не поскольку я тест прогнал пока тест не прогнал он говорил что больше дня еще осталось тут ушка все-таки ест само собой здесь можно сделать многопользовательский аппарат если у вас один смартфон на несколько человек ну мало ли бывает он же поддерживает работу жестами можно переназначать где какая кнопка будет в общем настраиваемая нижняя панелька назад отпечатком пальца что мешает кстати сбербанк требует нажать на отпечаток чтобы авторизоваться сразу же выходить из сбербанка потому что эта кнопка домой пока не отключишь вот это подключивает гугловские настройки в полной мере все что обычно есть все есть ничего нового ничего не упущено спец возможности в общем то вы все видите если кому интересно есть коррекция цвета если у вас беда с отображением или вы там чуть-чуть дальтоник можно под себя по моему настроить я думаю для этого она так в экране можно выбрать цветовую температуру что мне нравится то есть это уже лучше чем до этого была функция ее немножко еще доработали так в хранилище расписывает следать немножко подумать на какие типы системы файлов и так далее что занято вот он может дальше подсказать их раскрывать можно посмотреть кто с какого объема что с ними сделать кого-то удалить кого-то остановить пусть прямо отсюда то есть они расширили менеджер приложений записанных в систему ну и также есть сейчас где это куда-то делась на настройка какие программы лазают в интернет и включают gps какие не включают ну и на самом деле спасает то что немножко слабоватая антенна работа gps ну или точнее определение местоположения по всем датчикам не только по спутникам но одновременно и по сетям вайфай и gsm и всему остальному то есть все что может все цепляет за счет этого работает здесь можно отключить или включить многие вещи голосовой вот и все остальное ссылки для запуска не очень-то понятно оригинально ну ладно короче изначально идет несколько мусорных приложений то бишь google фильмы google google книги и так далее я считаю мусорные потому что ями не пользуюсь если вы считаете по-другому но уж извините так планчер изначально идет не такой сейчас где-то у нас тут это было короче изначальный лаунчер как всегда у них мне не нравится я его сразу удаляю вот нормально ну в общем ладно не важно настройки короче здесь стали более грубые все красиво показано новым в наглую можно изменять многие вещи которые раньше изменялись только внутри самих приложений теперь независимо от системы которая настроена приложений можно изменить все настраиваемся короче на мой взгляд стало больше но что еще про него сказать я не знаю как он по дизайну нужно сами задняя панелька глянцевая когда ее очистишь но пока и не очищаешь она просто капец пачкается от всего чего угодно зато блестит многим это нравится я могу сказать одно что мне на самом деле бесит то как легко он пачкается поэтому я его сразу как увидели запихал в бампер однако это не спасло немножко на тертости как вы видите имеется потому что какое-то время все таки без бампера я походил далее вот этот аппарат вставляется только либо одна симка и карта памяти либо две симки здесь вот клоточек у нас стандарт давайте достану раз пошло дело за одной симки удалю оттуда сканер отпечатка пальца снизу работает на 90 процентов то есть если палец приложил на мгновение он еще и ругается что слишком быстро убрал палец вот так у нас симки на на симки как сейчас у многих аппаратов как бы сзади должны быть то есть вот так укладываем сим-карты лоток переворачиваем телефон и в таком вот перевернута виде только его можно вставить этот лоточек вот в таком 3 мне тоже не надо из этого аппарата сейчас вылезай начинает есть следующий ну в общем то я не знаю даже что дальше говорить управление отпечатками пальцев еще покажу тоже интересная фишка так безопасность отпечатки пальцев здесь на столько сами отпечатки пальцев оригинально прикольненько мне казалось что было управление а точно в другом месте где была панель там была кнопка отпечаток пальца как назад ладно потом сообщаю что пока что есть один глюк который ребята обещали исправить вот вы здесь даете лицо как я сейчас показал ему свое лицо на то он по лицу вроде как должен распознавать но даже не пытается вот эта функция интересная честно говоря даже не видел я а скрытые приложения все понятно мне это не надо хотя вот об слог по идее то же самое ну короче функции много есть вариант что допилить и чтобы она хорошо работала но на самом деле пока лицо точно не допили на некоторые функции например вызывают вообще сомнения зачем они потому что shadow превоси и оплок по моему одно и то же смарт-лок это уже другое там есть он не блокируется пока вы его носите положили на стол он заблокировался есть разблокировка по голосу но и так далее опять же не знаю нужно ли это неизвестные источники перенесли уже безопасность раньше это было потом пункте для разработчиков с проверим вы стали разработчиком посмотрим а здесь то есть она так и что включил уже случайно нет не хочу автоматически и это не хочу но по-моему да отсюда забрали туда перенесли я не путаю и кстати да не пугайтесь если кто вот этот пункт и держит включена то прошивка будет по частям частично сама обновляться без вашего ведома даже вот диодик использователи rgb то есть разноцветность даже тут настройки такие есть круто как то так короче мое мнение спустя длительное время пользования аппаратом black vp 6000 экран на солнце немножко блек нет даже сто процентов яркости не дают идеальную читаемость как на многих последних моделей блока если например взять положить рядом так не у нас опечаток уже забыл давно не пользовался 9000 и выкрутить тоже на максимум на мой взгляд 9000 немножко более ядовитый ярче виден до процентов на 15 но все-таки лучше но зато 9000 батарейку сжирается полтора дня максимум меня лично этот у меня как видите четвертый день хочет только я ему не дам уже я сейчас уберу так убираем обратно яркость единственно есть подозрение сейчас я его проверю тут уж извините соленые длинное видео если кому это интересно ожидать не хочется можно перемотать так подожди где это у нас я не помню где это у нас по названием только помню а вот так теперь вспоминай не все перенесли первых частоты лишние надо отключить ухты ухты бэндов то сколько кому-то пригодится так у нас тут где-то есть автоматическое нет не то изменение яркости но это явно не в телефоне нет ни хрена себе калибровать сенсор освещенности даже можно круто а вот той настройки то нет просто есть в этом процессоре прикол он умеет контраст даже меня здесь несет освещение что-то я здесь этого не наблюдаю но тогда не будем думать про него значит экран просто сам по себе такой тускловатый на солнце короче если у вас над башкой офигенно яркое солнце весенние вы смотрите вот этот экран то вы видите его как будто вон на минимальной подсветки то есть все видно вот в таком вот тоне то есть да оно видно но могло бы быть и лучше это единственная претензия к экрану камере претензий по видеозаписи у меня нету в конце видео я добавлю все-таки думаю либо ссылку на видео либо сами видео разберемся записи звука во время видео вообще все прикольно лучше чем 9000 намного пошли здесь вот дополнительная дырочка если вы увидите не что и но и как микрофончик вот я думаю видно то есть в этом аппарате два микрофона не только две камеры получается что пишем стерео один отсюда старца другой отсюда получается левый правый канал и очень здорово так фронтальная камера в принципе тоже неплохая вот я думаю видно она конечно не супер много мегапиксельная но она работает даже зум есть и даже четко то есть мегапикселей и хватает даже на это сейчас наеду чтобы виднее было насколько неплохо все это показывает ну вот как-то так прием как вы видите видели здесь на столе у меня был то есть аппарат опять же снова таким неплохим приемником но есть еще один нюанс к чему я докопаюсь в режиме 3g он частенько не качает стиле 2 то есть утиле 2 видимо какая-то беда стри же может быть то что бендов слишком до хрена пока он выберет что куда какой-то момент он начинает лететь на огромной скорость ему хлоп опять замирает это задал будет переключая принудительно в 4g тогда все поехало почему на титры на теле 2 с 4g он падает на 3g могу сказать качество приема на 4g у теле 2 посредственная 3g явно сильнее поэтому он перепрыгивает на 3g но тут скорости ему не хватает поэтому если вы на теле 2 рассчитываете жить с этим аппаратом ну не знаю стоит подумать или поискать места с хорошим приемом или понять что не везде у вас будет нормальный интернет с чем связан не знаю может быть нужно отключить лишние бенды опять же скажу может быть это мой косяк но больно много бендов я не в курсе какой за что отвечает какие есть у теле 2 каких нету поэтому как есть ну и сейчас проверим некоторые спрашивают вот и все то есть экономичный режим bluetooth bluetooth поддерживается но я думаю смысла не имеет больше видео показывать потому что тут реально все работает компас как и у всех не супер откалиброванный но работает то есть север он всегда покажет там плюс минус градусов 20 сильно заблудиться явно не даст ну как то так все единственное вот что мне лично не нравится все таки что отпечаток здесь многие говорят это плюс я знаю что соответственно из-за отпечатка тут вырез кружочек и вот здесь тоненькая как сказать как палочка что ли над стекле то есть вот сюда если вы чем-то ударить она разобьется то есть банально вот сюда пультом тюк все стекло в дребезги вот именно в этот мысочек маленький что то же время аппарат не претендует на защищенность защищенного компании на этом же железе вот этот у него таких мысков нету поэтому ему это как бы пофиг все я думаю не имеет смысла больше показывать ничего про этот аппарат могу сказать что парад мне в принципе понравился но есть пока пара нюансов напоминаю распознавание по лицу не работает камера на 20 мегапикселей заявлены бенчмарками не тянет продавец по моему 16 пишет на 16 более менее тянет звук фотокамере хороший макро где-то от 6 сантиметров не ближе но опять же в конце будут примеры все увидеть так что еще видео с автофокусом опять же сейчас сообщаю потом видео в примерах увидите то есть при переведении с места на место как бы камеры вы наблюдаете как фокус меняется то есть аппарат сам выбирает на какой точке сфокусироваться кнопки расположены банально поэтому про них ничего не говорил микрофон снизу и избитой psy снизу же динамичек сзади что его иногда глушит в кармане поэтому я придумал такую хитрость чехол закончился до динамика и как я в не закрывая немножко дырочка остается всегда поэтому звук слышен экран не вытянутый чем как раз вот и выиграл этот аппарат мне больше нравится то есть перед той же длине но меньше ширине аппарат имеет больше экран напомню то если что было пишет который еще и дешевле но зато здесь железо больше скажем так то есть памяти в нем дохрена процессор мощнее оперативки опять же дохрена датчик приближение ой оповещение многоцветный так называемый rgb грубо говоря если софт поставить специально можно вообще любой цвет радуги сделать двойная камера сзади почему-то не имеющие эффект кстати но нету тут 3d в девяти тысячном опять же есть здесь только баки баки причем сейчас посмотрим хороший или нет это мои тестовая нет баки просто в центре ну если закроем камеру увидит он это ведь ругается что я закрыл линзу хотя сам нормально не определяет расстояние кэш проверим может он определит момент съемки размытие просто в центре вот этот палочка она не попала хорошо сделаем по-другому берем палочку тогда он сможет правильно размыть без палочки он теперь должен определить легко и четко но принципе да то есть когда его никакой объект лишний не смущает тогда он будет лучше потому что вот четкая грань вазочка фокусе тюбик нет значит как минимум вторая камера работает ну и что мне нравится то что всегда всплывает такая фишка то есть какая-то программа запросила доступ туда то можно или нельзя и само собой напоминает все настраивается ну и также так замечу вспомнил что забыл сказать батарейка производителем заявлены батарейка на 3 господи на 6 чуть ли не 300 6 160 что такое на самом деле 5 950 я ведь 6 поверю что может быть можно влить больше мне туда не втекала но для 6 4 дня с моим использованием я думаю это просто шикарно да не усиленно именно просто в обычном режиме использовал но все-таки гонял давайте уж раз уж затянулась вы напоследок танчики все-таки запустим покажем что они работают не получилось у меня быстрое видео попробуем наглую выставить максимальные настройки не знаю насколько хорошо он пойдет в этом режиме ну как минимум проверим так звук почти убран все ой выйти переключаемся на максимальную графику и посмотрим какой фпс у нас будет и все такое какой танк портить а вот этот подпорчиво не жалко погнали а в остальном конечно зерна не видно никакого full hd экрана это конечно сила так что проблем с этим нету но я уже честно подсел на вытянутые экраны которые один на двум поэтому этот меня слабоватым кажется ну что пинг вырос тяжело ему фпс 38 пока пока мы стоим обычно пинг у меня был дай бог 50 и и не это имел ввиду на самом деле ну да чувствую что фпс уже 35 то есть уже не так хорошо как хотелось бы так что-то по мне уже стреляет ведь не успел ладно поехали туда где мясо все равно умирать так умирать мне не цель видео выиграть я цель видео показать что вот фпс у нас 30 хотя бы она держится на максимальных настройках этих танчиков так сзади меня еще кто-то сейчас бить будет так это не та кнопка так мы еще и выигрываем вообще от нас так где ж ты а вон ну все я покойник слава богу высовывайся нет все-таки с максимальными настройками играть тяжко а еще там какой-то про извините конечно за косички за накладочки не умею с сенсорным экраном играть ну все вот так вот поганые миром но самое главное что он выдержал максимальные настройки и было чуть-чуть только слабовато по комфортности то есть я чувствовал небольшую задержку но там где-то доли секунд но работал работал выдержал выдержал а второе двухцветная ментальная камера глазок конечно не супер крупные думаю вы видите но и не самые мелкие как и какие бывают видят четко хорошо датчик приближения освещения есть работает микрофон есть хороший править не надо в отличие от многих защищенных порт микро ой юсб тайп си он единственный порт три с половиной стерео в нем нет наушники подключаются через переходник кнопки собраны с одной стороны громкость вверх вниз то бишь плюс минус и питание больше кнопок на аппарате не наблюдается есть быстрый запуск камеры двойным нажанием нажатием питания на правда видите заблокирована все равно кнопочкой то бишь если у вас включена защита то камера сама по себе не врубится фокусировка пожалуйста на нужном вам объекте где захотели там мы и фокусируемся он выбирает четко тот угол куда воткнули то есть проблем с фокусом никаких также в наличии диод оповещений rgb выдающий любой цвет то есть тремя цветами их интенсивностью добиваемся любого цвета лоток под сим-карты совмещенной то бишь либо две симки либо симка карта памяти ну и батарейка на 6 ампер все плюсы и минусы есть на мой взгляд еще раз повторюсь за 240 и более долларов я бы не взял если цена упадет до 200 паксов то нормальный аппарат пока ценник не упал я рекомендую брать предыдущего его брата p2 только не light версию у него процессор немножко слабее согласен но у него все работает все есть и на мой взгляд камера там ни хрена не хуже хотя аппарат стоит сейчас всего 160 долларов это был обзор под латухи со всем его мнением рассказами все что знал по аппарате все что выдавил из него за пару недель использования рассказал всем пока удачи чао до связи надеюсь на подписку а и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Фокусировка автоматическая... Экран не трогаю... Посмотрим, что будет... И надеюсь, это было слева... А это, надеюсь, было справа... Вот такое вот тестовое небольшое видео... К сожалению, людей в округе нет... Животных тоже... Движение нормально не показать... Хотя вон кто-то идет... В общем, как-то так... Надеюсь, полностью понятно... Как Блак ИП-6000 пишет видео... На мой базар на заднем плане не обращаем внимания... Смотрим на качестве... Не понял он, где полку словить... А вот это я на экран нажал... Тогда вдруг он проснулся и понял... Что надо бы фокус перенастроить... Ладно, хватит... Былcos появляются лайки и говорили... Субтитры создавал DimaTorzok